Поражение от Франции уже не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. Более того, катастрофа американцев наверняка только начинается. Сборная США стартовала на Олимпийских играх в Токио. К сожалению всех американских болельщиков, стартовалось поражение. В первом матче группового этапа подопечная Грига Поповича со счетом 76-83 уступили сборной Франции, ведя в ходе встречи с двузначным преимуществом. Кажется, с каждым днем американская команда действительно становится все ближе и ближе к первому в историю Олимпийскому провалу. Шанс остаться без медалей очень реальный. Сегодняшняя встреча стала первой серьезной проверкой для нынешнего состава сборной США. Подготовка к поездке на Олимпиаду для американцев прошла крайне напряженно. В товарищеских матчах они сенсационно уступили Нигерии и Австралии, а после этого руководство команды было вынуждено сделать несколько замен в и без того ослабленном составе. У Брэдли Билла был обнаружен коронавирус, Кевин Лав все-таки не сумел восстановиться после травмы, из-за которой пропустил большую часть сезона. Равноценной замены игрокам не нашлось, и освободившееся место в сборной заняли молодой Келдон Джонсон и Джавейл Маги. За несколько дней до старта соревнований США чудом удалось избежать еще одной серьезной кадровой потери. Зак Лавин, отправленный на карантин после товарищеского матча с Испанией, отбыл самоизоляцию и присоединился к команде. В сегодняшней встрече он вышел в стартовой пятерке вместе с Кевином Дюрантом, Драймундом Грином, Дэмьеном Лилардом и Дэмом Адибе. Первая половина матча прошла под диктовку сборной США. Американцы вышли вперед в середине первой четверти и до большого перерыва не уступали в счете. Франция отчаянно сопротивлялась, но у подопечных Венса на колене летела из-за дуги, за первые 20 минут они реализовали один из 11 дальних бросков. За минуту до конца второго отрезка американцы увеличили отрыв до 10 очков, но спустя 30 секунд Руди Габбер оформил данг после подбора в нападении, 37,45. Однако в третьей четверти ситуация перевернулась с ног на голову. От двузначного преимущества американцев не осталось и следа, за весь отрезок они набрали всего 11 очков, против 25 очков соперника. К заключительной 10 минутке сборная Франции подошла с преимуществом в 6 очков. Американской команде удалось отбиться, но за 4 минуты до конца встречи с ней начало твориться что-то страшное. Две потери и не спортивный фолл Лиларда, череда персональных фолов, ни одного реализованного броска с игры. Как итог, пропущенный рывок 2-16 и поражение в первом матче на Олимпийских играх. Самым результативным игроком встречи стал французский атакующий защитник Бастон Селтик Севен Фурния. Он записал на свой счет 28 очков, 4 подбора и 1 ассист. 14 очков плюс 9 подборов набрал Руди Габбер. В составе сборной США лучшим стал изрядно вымотанный после финала НБ Аджру Холидей. 18 очков, 7 подборов и 4 передачи. Дабл-дабл из 12 и 10 подборов оформил Бэм Адибэ. В следующем матче американцы встретятся со сборной Ирана, в заключительной встрече группового этапа, с Чехией. Само собой, шансов на выход из группы они не лишились, и наверняка пройдут дальше по турниру. Но готовность американского коллектива отнюдь не обнадеживает. Окончательно собраться после смазанной подготовки к олимпийскому сезону подопечные Поповича так и не смогли. Как же плохие дела сборной США. Уже очевидно, что американцы потеряли мировую гегемонию в баскетболе и ЧМ-2019 не был случайностью. Обыграть их может любая сборная, которая раньше считалась топовой, но не претендовала на золотой игр. Возможно, даже середники доставят команде Поповича неприятности. Поражение от Франции уже не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее, хотя это первый проигрыш штатов на играх за 17 лет, с Афин в 2004 году. Более того, катастрофа штатов наверняка только начинается. Команда выглядит совершенно не готовой к международному турниру. Кевин Дюрант и Дэмьян Лилард, будучи номинальными лидерами сборной, пока даже близко не показывают ожидаемый уровень. На кого в этой ситуации надеются сборной США, непонятно. При этом на турнире выступает много достаточно сильных команд, Австралия, Испания и даже Словения во главе с Лукой Дончичем. И пока американцы не производят должного впечатления, соперники могут воспользоваться своим шансом. Как будут решаться существующие встани Dream Team проблемы в ходе турнира и решаться ли они вообще, покажет время. Но вполне возможно, что в этом году нас будет ждать новый олимпийский чемпион. И первой игры, где у США нет медалей в баскетболе.